Украинский неизвестный блог представляет Здравствуйте! В эфире канала УНГ 12 выпуск третьего сезона презентации «Законное право». Тема презентации «Новые в рассмотрении дела банкротства, кредитных и залоговых споров». Вперед! Информационное письмо высшего хозяйственного суда номер 0106-1941-2012-27 декабря 2012 года посвящено закону о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно исполнения хозяйственных. Обязательств БХСУ напомнил хозяйственным судам о нововведениях в некоторых правовых источниках регулирования хозяйственной деятельности, осуществленных указанным законом, сферами, затронувшими указанный закон. Далее, закон номер 54056-й. И письмо были правоотношения по договорам кредита и залога, а также отдельные вопросы, связанные с банкротством. Прежде всего, статья 86 Хозяйственного процессуального кодекса была дополнена положением, указывающим отдельные основания для наложения, снятия, ареста на имущество в делах относительно признания кредитного договора и слэш ИЛИ договора залога недействительным. Всу своей формулировкой определение может выноситься дал ясность позиции законодателя по этому поводу, поскольку формулировка в новой части 3 статьи 86 ХПК не гарантировала отсутствие спора о том, является вынесение таких определений обязанностью суда или только его правом. ВХС упомянула новой статье 1057.1 Гражданского кодекса, определяющей правовые последствия недействительности кредитного договора. При разъяснении порядка правопримемения в таких случаях в письме изумировано, что Хозяйственный суд обязан решать вопрос относительно наложения ареста на имущество в случаях, предусмотренных частями 2 и 5 указанной статьи МК. В этой связи вполне логичным напоминанием ВХСУ было то, что действие закона номер 54056 распространяется на кредитные договоры и договоры залога, заключенные после вступления им в силу. Уделить внимание закон о восстановлении платежеспособности наложника или признании его банкротом. Далее, закон номер 2343-12 ГХСУ, в первую очередь, указал на одно из главных положений рассматриваемых нововведений, установленный запрет на приостановку производства по делу о банкротстве. Кроме этого, было упомянуто внедрение нового порядка одобрения плана санации, которая со вступлением в силу закона номер 54056 пополнила перчинь полномочий и собрания кредиторов. Отдельная оговорка в письме сделана по поводу нового порядка применения положений закона номер 2343-12. Эти нововведения вступят в силу 19 января 2013 года. И суть их заключается в наличии исключений из общего правила о том, что положения закона номер 2343-12 будут применяться в делам производства, по которым открыто после вступления им в силу. Так, регулирование продажи имущества в ходе дела о банкротстве применяется хозяйственными судами во время рассмотрения дела о банкротстве, производства по которым начато до вступления в силу закона номер 2343-12. Помимо этого, нормы, регулирующие ликвидационную процедуру, применяются хозяйственными судами также во время рассмотрения дела о банкротстве, производства по которым начато до вступления в силу закона номер 2343-12, если к моменту вступления им в силу хозяйственным судом не было принято постановление о признании должника банкротом и открытии ликвидационной процедуры. Помимо этого, ВХС указал о трех важных нововведениях. План санации должен быть обязательно согласован всеми кредиторами, требования которых обеспечены залогом имущества должника при инициировании процедуры банкротства должника, осуществляющего санацию его руководителем. Из закона номер 2343-12 исключено положение об определении финансового положения должника в подготовительном заседании суда или во время рассмотрения дела о банкротстве хозяйственным судом с помощью судебной экспертизы, назначенной в соответствии с требованиями закона о судебной экспертизе. Из закона номер 2343-12 исключено также положение о решении судом вопроса относительно целесообразности утверждения плана санации или мирового соглашения в случае, если обеспеченные кредиторы не согласовали план санации или не одобрили мировое соглашение, и комитет кредиторов не принял ни одного из предложенных закона номер 2343-12 решений. ВХС упомянула внесенных изменениях в закон об исполнительном производстве. В частности, новой редакцией пункта 7 статьи 49 указанного закона предусматривается установление основания для окончания исполнительного производства в виде формулировки признания должника банкротом в замен ликвидации должника, юридического лица и передачи исполнительного документа ликвидационной комиссии. Кроме этого, законом номер 5405-6 дополним перчинь субъектов, которым отправляется копия постановления государственного исполнителя об аресте средств или имущества должника органами, которые ведут государственный реестр обременения движимого имущества, также ВХСУ. Письме упомянула о том, что законом номер 5405-6 была дополнена статья 66 закона об исполнительном производстве положением о том, что в случае обращения взыскания на имущество должника, юридического лица расходы, связанные с организацией и проведением публичных торгов, не должны превышать 5% стоимости реализации имущества. Вывод письмо ВХСУ номер 0106-1941-2012-27 декабря 2012 года носит больше уведомляющий характер, нежели разъясняющий, так как в этом письме по сути продублированы нормы закона номер 5405-6. Таким образом, письмо засвидетельствовало отсутствие разночтения между нормами указанного закона за их пониманием ВХСУ. Адвокат Шкинл 21 января 2013-го. Есть вопросы? Звоните плюс 38-097-920-8523, либо заходите на сайт UIB. До встречи в следующей презентации. Субтитры подогнал «Симон»!